В Тамбовской области открылся региональный штаб общественной поддержки. Каковы его главные функции, выяснил Дмитрий Шапкин. В общественном штабе действует сразу несколько мастер-классов. Один из них, вы видите за моей спиной, парни и девушки осваивают плетение маскировочных сетей для наших бойцов. Сеть 3х3, а основа натянута на специальный станок. У ребят получается достаточно неплохо. Единственное, пришлось немножечко поправить их по форме и объему пятен. Выставка Виктора Шемякина. 40 произведений живописи из фондов галереи и коллекции. О творческом пути живописца расскажет Елена Хромова. Виктор Иванович родился в Читинской области. Его детство прошло в Забайкалье и Сибири. Он окончил Иркутское училище искусства. В Тамбов приехал в начале 70-х годов. Именно эти годы и стали самыми плодотворными в его творчестве. Он работал в разнообразных жанрах. Но самым любимым для него оставался пейзаж. Забег Дедов Морозов. Какую дистанцию пробежали несколько сотен школьников в этот раз узнала Олеся Павлова. Такой забег в школе номер 36 стал традиционным. В этом году он проводится уже в десятый раз и посвящен Новому году. Юным спортсменам предстоит пробежать символическую дистанцию – 2024 метра. В эфире программа «Область новостей». Здравствуйте. В студии Полина Матовникова. Сегодня в Тамбове заработал региональный штаб общественной поддержки. На церемонии его открытия побывал секретарь областного отделения партии «Единая Россия» Максим Егоров. Вместе с ним отправилась и наша съемочная группа. Работать с гражданами по любым вопросам, максимально широко вникая в каждую проблему. Такова главная задача только сформированного штаба общественной поддержки региона, который расположился в пространстве «Айти-стрелки» на прикрестке улиц Советской Максима Горького. На презентации этот тезис подчеркнул и Максим Егоров. Владимир Владимирович Путин ставит перед нами задачу, чтобы мы всегда обращали внимание на каждое пожелание наших людей, наших жителей в своем пожелании, когда предложил мне возглавить Тамповский область, как вы помните, тоже не сидеть в кабинетах, а работать. И открытие штаба общественной поддержки расширяет наши возможности. Мы, как партия «Единая Россия» всегда идем навстречу нашим жителям. Руководитель штаба Роман Стефанов демонстрирует возможности штаба и проводит экскурсию по его локациям. Работа с гражданами, как подчеркнул Максим Борисович, наша главная задача. И мы будем выполнять ее на все сто. Но также штаб общественной поддержки будет работать и в других направлениях. Например, мы планируем проведение здесь лекций, семинаров, общественных обсуждений и инициатив, которые могут принести пользу Тамбовщине. Кстати, спортивная составляющая – один из приоритетов развития региона сегодня и в ближайшем будущем. Эти задачи в штабе будет решать Андрей Ким. Наша миссия – служить народу и воспитывать здоровое поколение, прежде всего это наши дети. У нас огромная страна, у нас большой потенциал, и мы хотим, чтобы наши дети были здоровы, соответственно, как можно больше занимались спортом. В общественном штабе действует сразу несколько мастер-классов. Один из них, вы видите, за моей спиной. Парни и девушки осваивают плетение маскировочных сетей для наших бойцов. Сеть 3х3, основа натянута на специальный станок. У ребят получается достаточно неплохо. Единственное, пришлось немножечко поправить их по форме и объему пятен. Мария Завражнова – в этом уже не новичок. Девушка плетет регулярно и сделала уже не одну маск-сеть. Вместе с коллегами выходит на разные точки по городу и помогает местным мастерицам. Для нас это очень легко, потому что наша команда МОН, мы еженедельно выходим, то есть где-то 5 человек, ходим в штабы и плетем вот такие вещи. Долго с вами? Нет, быстро. 10 минут максимум. По соседству еще один мастер-класс. Тут дети разрисовывают футболки. Чуть дальше – лекция по волонтерству. В общем, штаб уже на открытии кипит жизнью в самых разных своих проявлениях, что в перспективе гарантирует высокую эффективность при решении разнообразных задач. Дмитрий Шапкин, Олег Осипов, Александр Кобзарев, Область новостей. Завтра, 16 января, по всей стране на базе общественных приемных партий «Единая Россия» пройдет единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента России. Единый день сбора подписей в поддержку проведут во всех регионах страны на базе всех доступных партийных площадок. Это касается и нашего региона. Оставить свою подпись смогут и жители самых отдаленных уголков Тамбовской области, где в этот день побывают мобильные бригады волонтеров. «Мы всех ждем здесь, в штабе, для того, чтобы собрать еще подписи в поддержку нашего кандидата. Кандидатом моим, как вы знаете, является Владимир Владимирович Путин. Чем доверенным лицом здесь, на территории Тамбовской области, я и являюсь». Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. И по закону ему надо собрать 300 тысяч подписей в свою поддержку. Еще в конце прошлой недели стало известно, что по всей России собрано уже более 1 миллиона 800 тысяч подписей. Также напомним, Единая Россия на 21 съезде поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах 2024 года. Накануне Старого Нового года в Тамбов прибыли почти 150 юных белгородцев. Где разместили ребят и сколько они пробудут в городе? Расскажем в нашем следующем сюжете. 148 мальчиков и девочек из Белгорода прибыли в Тамбов. Здесь в ближайшие дни дети смогут восстановиться после страшных событий. Ребят разместят в Тамбовском артеке. «Организуем краеведческую смену по нашей русской традиции. Встретим вместе с ними Новый год. Организуем огромное количество интересных активностей. Запланированы экскурсии по Тамбовской области. Я уверена, что дети здесь отдохнут. И смена будет очень замечательная, интересная. А самое главное, тамбовские и белгородские детки подружатся. Все будет хорошо». В Белгороде у ребят остались семьи. Многие в Тамбове впервые. Однако, несмотря на то, что им пришлось уехать из родного города в незнакомый, настрой белгородцев позитивный. «Ну, уехали в семь часов, было все нормально. Приехали, тоже было все нормально, все хорошо. Ничего такого не было. Ни разу не было. Думаю, жду чего-то хорошего». Напомним, в конце декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. Больше 20 человек погибли и больше сотни получили ранения разной степени тяжести. Губернатор области Вячеслав Гладков обратился к главам нескольких регионов с просьбой принять у себя белгородских детей. Одним из первых на эту просьбу откликнулся глава Тамбовской области Максим Егоров. Сейчас 2000 ребят на время отправились в лагеря в разных регионах страны. По плану, Тамбовская группа пробудет в городе до 1 февраля. Глава региона Максим Егоров отметил, что область готова встретить и больше детей, если возникнет необходимость. Полина Бултова, Александр Чекмарев, Данил Лычко. Область новостей. Первые недели Нового года выдались по-настоящему зимними. С метелями и аномально низкими температурами. Такая погода – испытания на прочность и экзамен для теплоэнергетиков. Как предприятие Тамбов Теплосервис сдает зимнюю сессию, выясняла Людмила Марченко. Теплосервис диспетчеров у нас. Здравствуйте. Аварийная диспетчерская служба предприятия Тамбов Теплосервис работает в круглосуточном режиме. На горячую во всех смыслах линию поступают звонки от жителей областного центра. Работаем с жителями города Тамбов, которые нам звонят и жалуются. Либо на температурный режим, горячей воды, отопление. Либо где-то они увидели повреждение какое-нибудь, допустим, колодец сильно парит, либо там вода шумит. Они нас предупреждают, звонки делают. Наша задача диспетчерская – принять заявку. И выезжаем, сразу смотрим, где, куда, откуда появилась у нас заявка. Задача аварийной диспетчерской службы – устранить нештатную ситуацию в кратчайшие сроки. Это особенно важно, когда температура опускается ниже 20 градусов, когда системы теплоснабжения работают в усиленном режиме. За новогодние выходные зафиксировано кратковременное отключение потребителей от теплоносителя. Однако технологических отказов допущено не было. Аварийная диспетчерская служба в круглосуточном режиме держала руку на пульсе. На аварийную диспетчерскую службу была большая нагрузка в эти праздники. Принимали много заявок и действовали также оперативно. Температура на котельных изменялась относительно температуры наружного воздуха. Да, у нас были кратковременные отключения, но технологических аварий и отключений крупномасштабных у нас не происходило. Праздники прошли спокойно и жителям было тепло. Начало нового года выдалось по-настоящему зимним. В Тамбове столбик термометра опускался до минус 27. В связи с этим котельные Тамбов теплосервиса были переведены на усиленный режим. Все они работают по температуре наружного воздуха. Прогресс и цифровые технологии пришли и в городские котельные. Сегодня поддать огня в котел очень просто – нажатием одной кнопки автоматической системы. На данном мониторе мы смотрим параметры. Параметры по теплоносителю. То есть мы видим давление прямой обратки и температуру, заданную по потребителю, то есть прямая и обратка. И температуру по ПВС. Вот. То есть вот эти вот параметры мы здесь можем смотреть и контролировать. Если что, мы спускаемся вниз и уже соответственно регулируем с наружной температуры воздуха, какую нам задают. У каждой котельной есть резервные мощности. Это позволяет в морозы подавать теплоноситель более высокой температуры. В случае возникновения нештатной ситуации и выхода из строя котла, в каждой котельной есть резервное оборудование для бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. На наших котельных есть резервное оборудование, резервные котлы, насосное оборудование. В случае каких-то технологических нарушений мы оперативно переходим на резервное оборудование и выводим в ремонт оборудование, которое вышло из строя. Оперативные службы тут же реагируют, проводят ремонт на работу и это оборудование опять же включаем в работу. А впереди еще три месяца климатической зимы. И прохождение пиковых отрицательных температур будет для тамбовских энергетиков очередным экзаменом на прочность систем и эффективность реагирования на нештатные ситуации. А мы напоминаем, что телефон аварийно-диспетчерской службы муниципального унитарного предприятия Тамбов теплосервис 530410. Людмила Марченко, Михаил Мальцев, Данил Лычко. Область новостей. Когда на карте мира появилось государство российское и какой путь прошло? Каким геополитическим влиянием оно обладало и почему в 12 веке с нами хотели породниться короли всех ведущих европейских держав? Ответы на эти и другие интересные вопросы из истории нашей страны на днях получили представители молодежных и волонтерских организаций. На лекции побывала и наша съемочная группа. Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Писал великий Михаил Ломоносов. Сегодня эта фраза подтверждается событиями на мировой арене. Этим ребятам за моей спиной буквально через 5-10 лет придется творить уже свою историю России. Именно поэтому сегодня им так важно получить объективную информацию об истории нашей великой страны. Группа студентов различных вузов и волонтеров, а также те, кто интересуется историей, внимательно слушают лекцию. На экране карты территории нашей страны разных исторических периодов. Преподаватель объясняет, один из этапов расцвета Руси – 12 век. Тогда породниться с русскими князьями спешили правители всех европейских держав, а наша политика влияла на мировую напрямую. Последний справедливо и сегодня отмечает Константин Самохин. Россия наконец-то занимает одну из ведущих позиций в нашем современном мире. Как бы не противилась этой мысли коллективный Запад. Россия у нас всегда, в общем-то, занимала одну из лидирующих позиций на мировой арене. И в принципе от ее мнений, от ее политики нередко зависела и мировая расстановка сил. И естественно, что прийти к данному моменту Россия могла только пройдя через достаточно богатое историческое прошлое. И естественно, зная об этом богатом историческом прошлом, молодежь лучше должна понимать настоящее и делать прогнозы в будущее. По сути, сегодня весь мир живет в эпоху перемен. По Конфуцию, когда все вокруг претерпевает глобальные изменения. На эти события, непростые, переломные моменты, гораздо проще смотреть, зная историческую правду о своей родной стране и пути, которые она прошла за века становления. Особенно это важно для молодого поколения. Исконные исторические земли, они сейчас претерпевают изменения, претерпевают какой-то перенос вся география. И кажется, что это уже скоро наступит. И наступит только из-за того, что лично мы, а может быть кто-то другой, кто нас окружает, забывают свою историю. Забывают историю своего народа, забывают историю своего края, своего города. Вот, а историю нужно помнить, потому что тот, кто не заботится о своей истории, ну, он рано или поздно начинает запоминать историю других государств. Многие факты об укладе наших предков, непростом становлении государства на Руси, расширении ее границ, были интересны не только студентам, но и людям постарше. Наиболее интересным, на мой взгляд, был это уже формат живого общения, когда мы задавали вопросы, и спикер отвечал на них свое мнение. Что-то отлично тебе принесло? Да, для себя я выделила интересные факты об отдельных правителях, так как мне самая интересная история, это узнать было наиболее ценно. Помните, для себя? О Петре Первом. Час лекций для ребят прошел не зря, слушали они с явным интересом. Можно сказать точно, исторические сведения необходимо время от времени обновлять в своей памяти, проводить аналогии с нынешним временем и стараться не допустить ошибки прошлого в настоящем. Дмитрий Шапкин, Евгений Михеев, Рамазан Урушмагомедов, Область новостей. 85-летний студент из Тамбова готовится к сдаче экзамена в Воронежском аграрном университете. Зачем Николай Егорович Климов, педагог с солидным стажем, отправился получать высшее образование? И почему именно в Воронеж? Ответы у Полины Болотовой. Краевед, историк, педагог с 40-летним стажем и общественный деятель. Николай Егорович Климов всю жизнь трудился на благо области и считает, что своим примером должен вдохновлять молодежь. Вот и сейчас он заканчивает обучение на заочном отделении факультета агрономии в Воронежском государственном аграрном университете имени Петра Первого. Заканчиваю 8 семестров, сдаю экзамены и я на этом учебу прекращаю. Мне напишут справочку, что обучался по таким-то дисциплинам и в музей передам, что и в 85 лет можно учиться, не только в 25 лет. Вуз выбран не случайно. В годы Великой Отечественной войны тогда еще Воронежский сельскохозяйственный институт стал местом ожесточенных боев. И Егор Климов, папа Николая Егоровича, принимал непосредственное участие в освобождении этой территории. Сейчас Николай Егорович активно участвует в общественной деятельности, встречается с молодежью в разных городах страны. Это медали за общественную работу. Они герои к патриотической о Великой Отечественной войне. Мой папа воевал, мой папа погиб за страну советскую. И много медалей и значков мне вручали, награждали областной комитет ветеранов или ветеранские организации. Я очень предан патриотизму и вспомню, что 27 миллионов остались на фронте Великой Отечественной войны. После сдачи экзаменов Николай Егорович получит справку о прохождении обучения. И сразу же студент планирует поступить в магистратуру. Николай Егорович не заканчивает и общественную деятельность. Вот, например, в ближайшее время он отправляется в Тулу с разговором на патриотическую тематику. Общаться с молодежью Николай Егорович будет неделю. Полина Болтова, Александр Чекмарев, Александр Кобзарев. Область новостей. В Тамбове подвели итоги зимнего конкурса «Город новогодних затей». В этом году было подано рекордное количество заявок от жителей областного центра. Более двухсот. В этот раз тамбовчане соревновались в трёх номинациях. «Зимняя сказка в моём окне», «Игрушка на городскую ёлку» и «Новогодний огонёк». В общей сложности было подано порядка двухсот заявок. Участвовать в конкурсе можно было как индивидуально, так и группами. Специальная комиссия оценивала работы по нескольким критериям. В первую очередь, это соответствие тематики конкурса. За основу также брали технику и мастерство исполнения. И инициативу жителей. В каждой номинации мы оцениваем количество принесённых. Например, в игрушках мы количество игрушек оцениваем. Кто сколько принёс. В окнах кто сколько всего украсил. А «Новогодний огонёк» – сколько количества жителей было задействовано в празднике. Имена победителей и призёров конкурса озвучат в конце января на торжественной церемонии награждения в администрации города. Тех участников, кто возьмёт первое и второе место, наградят денежными призами. Домбов в туре «Наших» уже 17-й. А всего ребята планируют объехать в 24 города. Наша публика очень понравилась исполнителям. Ну а сами исполнители очень близки тем, кто сидит в этом зале. Эти песни не только о войне, но и о мирной жизни. Потому что солдатам на фронте так необходимо знать, что дома сейчас всё хорошо. «Работайте, братья» – это фраза лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, погибшего от рук боевиков. 10 июля 2016 года давно стала крылатой, а теперь обрела и музыкальную основу. Песню ребята посвятили всем тем, кто погиб, защищая Новороссию, не застав СВО, Мотороли, Арсену Павлову, Гиви, Михаил Толстых и многим другим. Память о них и эмоции, которые музыканты излучают на сцене, невозможно пропустить мимо себя. Не всем суждено в этой жизни стоять с автоматом на передовой. Кто-то гениальный хирург, кто-то идеальный педагог. Есть одна из грани патриотизма, как культура. Вот у ребят потрясающе получается передавать боевой дух в своих песнях, в своих текстах, в музыке. 15 июня 2023-го тур группы под названием «Своих не бросаем» начали в столице. За полгода наши объехали половину центральной России, побывали в Мариуполе и других городах. Везде патриотические песни коллектива вызывали большой интерес зрителей. Тамбов не стал исключением, зал был полон. Причем в гости к музыкантам пришел и стар, и млад. Не возраст, самое главное, любовь к родине. Дети очень хотят любить Россию, любят Россию. Родители, которые приходят с детьми к нам, они этому у нас, в том числе, вместе с нами, учатся, как это передать детям. Какие найти формы, понятные молодому поколению. Потому что мы можем рассказать скучно и неинтересно, ребенок забудет и уйдет. А можем преподнести это ему понятной речью. И тогда он принимает по-другому. Фронтмен коллектива Руслан Асташко родился в Донецке. Как говорит он сам, сегодня живет на два города – Москву и Севастополь. Успевает вести передачи на федеральном канале, заниматься семьей и любимой музыкой. Тур уже помог собрать для наших бойцов 20 миллионов рублей. Небывалую для самих музыкантов сумму. Следующим городом, где выступят наши 27 января, станет «Орел», в котором публика снова увидит пример уникальной рок-группы нового формата, чья музыка призвана поднимать боевой дух бойцов и рассказывать здесь, в тылу, о тех, кто отдает свои жизни на передовой. Дмитрий Шапкин, Евгений Михеев, Ольга Кириллова. Область новостей. В областной картинной галереи открылась выставка произведений заслуженного художника России Виктора Шемякина. В экспозиции представлено около 40 произведений живописи из фондов галереи, коллекций семьи художника, а также из частных собраний. О творческом пути живописца расскажет Елена Хромова. Выставка приурочена к 80-летию со дня рождения живописца. Она дает возможность прикоснуться к творчеству яркого и неповторимого художника. Его полотна масштабные, цвета глубокие. Это не просто картина, это характеристика каждой местности. Мастеру удается делать изображения живыми и объемными. Виктор Иванович родился в Читинской области. Его детство прошло в Забайкалье и Сибири. Он окончил Иркутское училище искусства. В Тамбок приехал в начале 70-х годов. Именно эти годы и стали самыми плодотворными в его творчестве. Он работал в разнообразных жанрах. Но самым любимым для него оставался пейзаж. После того, как Виктор Шемякин побывал на севере, суровая красота этого края навсегда покорила его. Сдержанный колорит, древний дух, который сохранили северные области, вдохновили художника на создание удивительных пейзажей. В творчестве автора большое место занимает и ставший для него родным Тамбовский край, которому посвящены многие последние работы. Как он воспел Тамбовщину. И когда мы подходим к его работе, где у него изображена Тамбовская деревня, от нее прям пахнет сиренью, пахнет черемухой. Вот такое впечатление, что он передает не только внешнюю красоту, а вот мы запахи чувствуем, как цветут ромашки, как пахнут цветы полевые. Вот подходишь к деревне, вот это все пахнет. Несмотря на то, что Виктор Шемякин – человек искусства, для него на первом месте всегда оставалась семья, которую он всячески оберегал. Семья для него была в приоритете. И это говорит даже в пользу того, что он никогда не писал наши портреты. Он считал, что как врач не должен лечить своих, художник не должен писать портреты со своих родных. Иначе это может как-то навлечь какую-то беду или что-то. У него было такое стойкое убеждение. Ему присуща темпераментная манера письма крупными пастозными мазками. Фактура поверхности его картин похожа на удивительное переплетение, сочетание порой близких по тону и контрастных цветовых оттенков. С годами мы все больше и больше видим, какой это был необыкновенный живописец. У него нет, если, например, вот картина, кажется, вот она в зеленых таких оттенках. Нет, приглядимся, там каких только красок нет. Иногда грешат художники, возьмут зеленый, разбавят там белилочкой или там сажей, и вот это вот на одном цвете работку делают. Но какой он живописный, как он лепит свои дома, лодочки, лавочки, как он лепит, сколько там живописи, и какой у него мазок. Но это был мастер вообще высочайшего класса. Он учил нас видеть цвет, видеть доброту, видеть в каждом новом дне что-то особенное, неповторимое, искрометное. И приучал нас всех, буквально всех, и мамы, и меня, и даже моего мужа, к чувству прекрасного. И вот мы, научил нас разбираться, мы, к сожалению, люди нетворческие, мы не умеем создавать, но мы можем прочитать, мы можем увидеть что-то, глубину. И, конечно, с возрастом это становится все более естественным и, наверное, непрофессиональным, но близким к тому, что хотел видеть он в нас. Классическая реалистическая живопись – это та сфера, где можно в полной мере использовать преимущество многослойной живописи, добиваясь глубины и звучности красок. Своими картинами Виктор Шемякин разговаривает с людьми, и они охотно вступают с ним в диалог. Елена Хромова, Николай Иванов, Рамазан Уржмагомедов, Область новостей. Забег Дедов Морозов. Традиционная спортивная акция под таким названием прошла на стадионе школы номер 36. Участие в ней приняли ученики разных школ города. Всего порядка двух тысяч человек. Какую дистанцию пробежали школьники в этот раз, расскажет Олеся Павлова. Такой забег в школе номер 36 стал традиционным. В этом году он проводится уже в десятый раз и посвящен Новому году. Юным спортсменам предстоит пробежать символическую дистанцию – 2024 метра. Массовый урок на свежем воздухе проводят на стадионе школы номер 36, и называется он «Забег Дедов Морозов». Один из важных атрибутов для участников – яркая новогодняя шапочка. Готовим ребят следующим образом занятиями физической культуры на открытом воздухе. Ходим на лыжах, бегаем кроссы. Ну и также попросили всего лишь надеть колпачки. Вот и вся подготовка. Ребята общаются между собой, получают положительные эмоции. И любая двигательная активность на воздухе – она всегда для здоровья только в плюс. Перед любой дистанцией обязательно разминка. А затем все на старт. Возрастной диапазон участников – от младшей школы до старшеклассников. Всего в «Забеге» в этом году приняли участие порядка 2000 человек. Анастасия – ученица 10 класса школы номер 36. В таком новогоднем «Забеге» принимает участие уже в седьмой раз. Каждая такая встреча, признается девушка, – это радость и возможность получить еще больше положительных эмоций. «Забег проходит у нас каждый год. И это достаточно интересное занятие, потому что бегать с друзьями на улице, на свежем воздухе – это очень полезно». «Вся школа собирается вместе. И можно посмотреть, как плакаты нарисовали. И просто, в принципе, набраться позитивным настроением». С удовольствием поддерживают идею такого забега и ученики помладше. На старт выходят с удовольствием и задором. «Когда классный руководитель рассказал нам об этом событии, мне очень захотелось с ним поучаствовать, так как я люблю спорт и всегда поддерживаю здоровый образ жизни». «На старт, внимание, марш! Спокойно!» В таком «Забеге» важна не скорость, а участие. Ведь главная цель – привлечь к занятиям спортом как можно больше молодых людей. Олеся Павлова, Александр Чекмарев, Ольга Кириллова, Область новостей. На этом все. Еще больше новостей на нашем сайте, в телеграмм и группах соцсетей. Всего доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова